Май 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 привезенных с Ладожского озера. Дальнейших сообщений о судьбе северной рыбы в Криворожских водоемах обнаружить не удалось. И еще одна похожая заметка обратила на себя внимание в майских выпусках газеты «Червоный герник», но за май 50-го. Возможно, это простое совпадение. Но вот что интересно. Май 50-го был очень теплым. И вот что вы думаете? Юные криворожские мичуринцы взяли обязательство вырастить в условиях криворога хлопок, рис и другие несвойственные для наших широт растения. Затея, может быть, была и неплохая, но совершенно бессмысленная. И снова майский праздник. 5 мая – День прессы. В разное время нашу прессу называли по-разному. И большевистской, и сталинской, пока в конце концов не остановились на определении советской прессы. В разных городах этот день отмечали по-разному. Криворожская же традиция празднования родилась, как и положено, в метрах городской газеты. Ежегодно в первых числах мая начали проводиться массовые забеги криворожан на приз газеты «Червоный герник». 2 мая 1950 года победителями легкоатлетической эстафеты стали студенты Горнорудного института. Традиция эта оказалась живучей. Как бегали криворожане в начале мая, так бегают и до сих пор. И вот что интересно. Победителями нынешней эстафеты тоже стали будущие горняки – студенты технического университета. В начале мая 1950 года произошло большое событие в культурной жизни города. К нам приехали солист всесоюзного радио Петр Киричок и известный композитор Дмитрий Покрас. Кстати, автор самой знаменитой первомайской песни «Москва майская», а также таких излюбленных хитов советской эпохи, как «Марш Буденного» и «Три танкиста». Нужно ли говорить, что криворожане восприняли приезд столь именитого композитора с большим воодушевлением? Ну а Дмитрий Покрас растрогами теплым приемом тоже не остался в долгу. Он подарил криворожанам новую песню, написанную тут же на слова местного автора Григория Дика – «Комсомольская Кривбасовская». Премьера песни с успехом прошла в городском театре. Первым исполнителем стал солист всесоюзного радио товарищ Киричок. К сожалению, записи этого исполнения не сохранилось, но, как известно, рукописи не горят. И сегодня у нас есть возможность услышать песню «Комсомольская Кривбасовская» в исполнении студентов факультета искусств Криворожского педуниверситета. ПЕСНЯ 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 С начала 50-х годов границы города начали продвигаться на юг. Именно здесь начала зарождаться новая отрасль Кривбаса – обогатительная. Что же произошло с бедной рудой, которую только что вырвал из недр могучий взрыв? ПЕСНЯ Алло? Диспетчер? Запишите. По первой секции анализ показал 60% железа. Вот вам и бедные руды. 60% железа, а было 36%. За семилетия здесь вырастут 5 новых горнообрабатывающих гигантов. Сознается еще одна важнейшая отрасль нашей тяжелой индустрии – горное обогащение. Новая отрасль дала жизнь новому району. До середины прошлого века вот здесь, на живописном берегу Ингульца, стояли только маленькие хатки – села Старый Кривый Рог. В начале 50-х началось строительство первенца обогащения железной руды – ЮГОКа. Одновременно с возведением промышленных корпусов обозначили и контуры нового современного жилого района – Центральной магистралью. Первоначально Центральной улице присвоили имя Матвея Шкирятова. Этот партийный советский деятель никакого отношения к Ривбасу не имел, но строил себе социализм в Туле. Почему выбор пал именно на него – совершенно непонятно. Возможно, потому, что к тому времени все партийные деятели первого эшелона – Маркс, Ленин, Энгельс, Дзержинский – уже были увековечены в названии Криворожских улиц. Но, так или иначе, а нынешнее название Центральной улицы звучит намного благозвучнее – проспект Южный. Одновременно со строительством улицы прокладывали трамвайную колею. Вначале – одноколейку. Трамваи пропускали друг друга, ожидая на разъездах. На Шкирятова таких разъездов было несколько. Они же служили остановками. Собственно говоря, и сегодня остановки трамваи находятся на тех же местах. Спустя три года в рекордно короткие сроки был построен еще один обогатительный комбинат – НКГОК. А тем временем по Шкирятово поднялись новые многоэтажные дома. Был построен универмаг, корпус политехнического техникума и Большой дворец культуры. Ну а своеобразной визитной карточкой и Центральной улицы и всего поселка обогатителей стали вот эти выразительные по архитектуре дома, построенные по ленинградскому проекту. Только один момент в истории поселка до сих пор вызывает споры. Нужно ли было застраивать его в такой непосредственной близости от комбината? Но ведь иначе пришлось бы решать другую серьезную проблему – транспортную. Зеленый и живописный этот район города имеет свое узнаваемое лицо и выглядит вполне по-столичному. В этом немалая заслуга принадлежит отцу-основателю ЮГОКа, многолетнему руководителю комбината Ивану Ивановичу Савицкому. Уникальному человеку, который предпочел столичной карьере и министерскому кабинету в Киеве тяготы становления промышленного гиганта в родном Кривбасе. В 1957 году Савицкий приехал на еще недостроенный объект и в кратчайшие сроки вывел ЮГОК в число передовых горнорунных предприятий страны. Уже спустя год, в 1958-м, комбинат стал победителем всесоюзного социалистического соревнования, а директор Савицкий – героем соцтруда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серб и молот». Иван Иванович был настоящим хозяином района, в лучшем смысле этого слова. Благоустройство поселка, строительство детских садов, магазинов, больницей – все это было для него такой же важной задачей, как и решение производственных проблем. В течение нескольких лет новорожденный поселок обогатителей стал одним из значительных центров города. Проспект Южный не случайно называют Криворожским Крещатиком. Здесь растут самые красивые кремруги каштаны. Здесь их высажено около 300. А в первый раз югоковские каштаны расцвели в начале мая 1975 года. День Победы «Этот праздник со слезами на глазах». Строки этой песни знакомы всем, так же, как и знакомо то особое чувство, которое испытывает каждый из нас в этот день. День Победы – самый светлый и самый пронзительный праздник. Сегодня только ветераны помнят, что первый десятилетний юбилей Победы в 1955 году страна отмечала очень скромно. Тогда как раз разоблачали культ личности Сталина, с именем которого раньше связывали все военные успехи. Через 10 лет в 1965-м уже при Брежневе Сталина слегка реабилитировали, а праздник Победы канонизировали. С этого момента и ведет свое начало традиция проведения на местах маршей парадов ветеранов и последующих больших народных гуляний в городских парках и скверах. И, пожалуй, День Победы был и остается единственным из официально организованных праздников, который отмечается действительно всенародно и искренне. День Победы был и остается самым светлым праздником, который омрачает только то, что ветеранов, живых символов Великой Победы, год от года становится все меньше. Памятник солдату-освободителю Криворожский Алеша. Этот самый масштабный монумент в городе был воздвигнут в мае, накануне празднования Победы в 1968 году. На 14-метровом постаменте, облицованном плитами розового гранита, 9-метровая фигура солдата. У подножия горельеф с эпизодами войны и названиями воинских частей и соединений, освобождавших Кривой Рог. Авторы монумента – группа киевских скульпторов из мастерской народного художника УССР, известного монументариста Василия Бородая. А вот исполнителями этого проекта стали криворожане. Лучшие мастера фасонно-литейного цеха Криворож стали. Изначально в правом нижнем углу горельефа, вот здесь, можно было прочитать их имена. Но сегодня из-за слоев краски эта надпись совершенно неразличима. А хотелось бы, чтобы криворожане помнили их имена. Это формовщики Иван Довженко, Анатолий Максецкий, Николай Репников и Николай Иваненко, а также технолог Михаил Скобкин. На выполнение уникального по масштабности и сложности задания ушло 7 месяцев. 7 месяцев напряженной ежедневной работы с 7 утра до 7 вечера. Фигуру солдата отливали по частям, потом монтировали. Стараясь максимально точно воплотить замысел скульпторов, вручную обрабатывали форму. Без преувеличения можно сказать, что криворожские мастера-формовщики стали настоящими соавторами монумента. Там нужно душу скульптора иметь и художника. Понимаете? Вот если что-нибудь, обвал какой-то, или отделать форму хорошо по контуру, особенно если болван в съем такой сложный, там на глаз должен быть набитый. Наделывать это дело, отделывать форму, это душу надо туда вложить. А если без души работать, то не надо и работать. Зачем брак-то доделать? Авторы монумента, столичные скульпторы, высоко оценили качество работы криворожских формовщиков. Но когда памятник уже был смонтирован и установлен на постамент, потребовалось выполнить еще одну задачу – затонировать фигуру солдата. Учитывая высоту и амплитуду колебания памятника, работа оказалась не из простых. Качка у него есть. Вот когда мы красили его в то время, то когда опалубка была, то качка заметна где-то полметра. Мы первое время боялись, когда подкрашивали. Мы же его первое время навели блеск. А когда приехали скульпторы, посмотрели, блеск не годится. И вот мы тогда туда нас запарали и графитом, черным графитом красили и замазали, чтобы была синева такая. Ну, короче, тень. Серый он был, чтобы он не блестел, потому что он не годится, когда блестит. Позже, когда монумент уже был открыт, выяснилось, что в перечне воинских соединений на оборотной стороне горельефа была пропущена 15-я гвардейская харьковско-пражская дивизия, принимавшая участие в освобождении Кривого Рога. Николаю Петровичу пришлось отдельно отливать буквы и уже на месте восполнять недостающую надпись. А когда через несколько лет были установлены факела, мемориальный ансамбль обрел свой окончательный облик. Монумент Победы стал неотъемлемой и привычной частью Криворожского пейзажа – официальной визитной карточкой города. Ну и в заключение остается добавить. Появляющееся время от времени слухи о ненадежности конструкции памятника не имеют под собой оснований. Учитывая масштабы монумента, его архитектурная и скульптурная составляющая просчитывались скрупулезно точно. Соответственно, подбирались и использовались материалы. Мы же сенцовым суриком его скрывали. Это сенцовый сурик – это материал, который подводную часть кораблей обрабатывает против коррозии, против всего. Там же в морской воде солей много. И вот это весь монумент и барельеф обработаны сенцовым суриком. А после него уже была покраска черный графит там, все остальное. Так что это дорогое, дорогое получился удовольствие. Ну, надежное, да? Ну, надежное. То есть вы, как один из авторов этого всего, гарантии даете, что он еще... Будет стоять. Нас не будет. Столетие будет стоять. Как известно, в советской стране важнейшим из искусств было кино. Ну, а важнейшим из средств массовой информации – радио. Для людей, живущих за железным занавесом, радио было единственным окном в целый мир. Поэтому все советские люди были радиослушателями и радиолюбителями. Причем последний официально называли радиохулиганами и вели с ними непримиримую борьбу. В 1963 году ежегодный праздник «День радио» был ознаменован поимкой криворожских радиохулиганов. Было интересно спаять самому какую-то радиостанцию, выйти в эфир, пообщаться с такими же, как ты, с друзьями, покрутить кому-то музыку своей девочки, к примеру. Это было и престижно, и приятно, и в то же время удовлетворяло твои, так сказать, потребности в занятиях радиоделом. Вот. Лично я тоже начинал с радиохулиганства. Подвиг меня к этому соседу, он уже этим занимался. Я у него, так сказать, посмотрел и начал увлекаться этим делом сам. Госинспекция электросвязи Криворожская в 1966 году меня поймала. Это было дело наказуемое. Поэтому инспектор меня поймал. И в то время был такой Плоткин Валера. Вот. Благодаря ему... Почему благодаря ему? Не благодаря тому, что он поймал, а что он еще знал, что в городе существует радиоклуб. Он вместо наказания, которое должен был бы официально на меня наложить, он меня взял за руку и привел в радиоклуб. И на самом деле практически все радиолюбители со стажем прошли этот путь. Все начинали когда-то с радиохулиганства. Но, как оказалось, официально заниматься радиоделом намного интереснее и увлекательнее. Дмитрий, добрый день. 5-9, Сергей, город Кривой Рог. 5-9, Сергей, Кривой Рог. С победой, Дмитрий. Удачи. Будьте здоровы. Спасибо, Сергей. Удачи. С победой. С всем радио. Всем привет. До свидания. Быть настоящим радиолюбителем – это значит не только досконально разбираться в радиотехнике. Необходимо владеть очень многими знаниями. Разбираться в физике и географии, знать азбуку Морзе и английский язык. У каждого здесь свои интересы и предпочтения. Для одних это в первую очередь спорт. А радиоклуб дает возможность участвовать в различных соревнованиях. Для других самое увлекательное – поиск новых стран. Вот такие карточки, полученные из разных стран мира – это подтверждение состоявшихся радиосеансов. Лично я работал с Рональдом Рейганом, раз, с его женой Нэнси, вот, с Юрием Сенкевичем, причем во всех трех экспедициях, когда он плавал с Туром Кейрдалом на Тигрисе, на Ратом, вот, со всеми ними. Потом работали, я лично работал с экспедицией, ходила, если вы помните, не знаю, такая экспедиция, газеты «Комсомольская правда», 10 девушек на лыжах ходили на Северный полюс. Вот, они ходили с радиостанцией, вот, я с ними работал. Радиоэфир открывает совершенно уникальные возможности для общения с целым миром. Но, кроме всего прочего, радиодело – это не только увлекательное хобби, оно и практически полезное занятие. Криворожская коллективная радиостанция входит в группу содействия МЧС. И, например, вот эта грамота получена за реальную помощь, оказанную радиолюбителям в предотвращении пожара. Есть и другие примеры. Во время Советского Союза в Спитаке было землетрясение. Так вот, для того, чтобы и практически все официальные каналы связи были потеряны. Вся основная связь первую неделю держалась через радиолюбителей. Вот, связь Спитак-Москва была на диапазонах затруднена, поэтому получалось очень хорошо связь Спитак-Крывой Рог, Крывой Рог-Москва. Вот наша именно коллективная радиостанция являлась этой базовой станцией, передающей между Спитаком и Москвой. В течение недели все официальные и неофициальные бумаги стоят через нашу коллективную радиостанцию. Все привезти, завести списки погибших и так далее. Это все велось через нас. Криворожская коллективная радиостанция сегодня, как и 40 лет назад, работает на базе радиошколы. Кстати, единственной в Украине поддерживающей любителей. Может быть, поэтому здесь сохраняются лучшие традиции и множатся спортивно-технические достижения. Сегодня радиоклуб Кривбас с позывными UR4 EVA знают далеко за пределами страны. Май 1978 года принес радостную весть о новом достижении Сергея Фессенко, криворожском мастере международного класса. На дистанции 400 метров комплексным плаванием Сергей установил новый европейский рекорд. Теперь только полторы секунды отделяют его от мирового достижения рода Стречина. Сейчас Сергей Фессенко готовится к важнейшему старту промежуточного олимпийского цикла – чемпионату мира. Примев старт в Киевском бассейне «Динамо», эти спортсмены были еще только кандидатами в сборную страны по плаванию. Финиш определил, кому доверен самый главный старт в Олимпийском бассейне. Имена двоих из них известны сегодня многими – Александр Сидоренко и Сергей Фессенко. Уже несколько лет друзья-соперники регулярно вносят поправки в таблицы рекордов и побеждают соревнования. Этот сюжет был снят в мае 1980 года. Тогда еще никто не знал, что друзья-соперники – Сергей Фессенко и Александр Сидоренко – оба станут олимпийскими чемпионами. Но при этом, что особенно приятно для криворожан, именно Фессенко первым придет к золотому финишу. Практически до Олимпиады мы все время занимали первые строчки в мировом рейтинге, потому нас считали лидерами, нас от нас ждали этих побед. И мы, в общем-то, без большого волнения, хотя такой ажиотаж, который создался вокруг этой Олимпиады в Москве, он немножко давил на психику. Но, в принципе, подошли достойно. Я и он, мне было немножко, может быть, и легче, может, сложнее, потому что я плыву в первый день, плыву в дистанцию 200 баттерфляй. А потом для Саши это было 7 дней мучительно ждать своего старта. То есть вся Олимпиада в плавании длится 7 дней программа. И он, конечно, когда уже стал Олимпиады чемпионом, для него это было еще 7 дней напряженного ожидания. А для меня уже было, что дело сделано, и я мог бы, в общем-то, и расслабиться, по сути дела. А пришлось, когда мне сказали, что не рядовая заводиста, нужна вторая золотая медаль. Это тогда еще партия, и расценились уже награды, и там раздавались заранее. Нужна вторая золотая олимпийская медаль. И, конечно, это как бы подстегнуло. Ну, может, не так сильно. Мне отец сказал, что ты спортсмен, ты должен бороться до конца. И вот я, когда выходил второй старт, когда мы с Сашей соревновались, 400 метров к облике на плавание. Это было, конечно, сложнее. Для меня вдвойне, потому что держать форму такой длительный период, 7 дней для пловца, это тоже довольно сложно. Ну, хорошо мы, в принципе, устроились. Его золото, я серебро, не договариваясь. Когда все считают, что ты просто взял, ему подарил, или разделили, чтобы тренера было два ученика, два олимпийской чемпиона. Нет, такого не было. В принципе, мы боролись до конца. И если первой полной дистанции я лидировал, то потом Саша вышел вперед. И мне последние методы давались очень сложно. То есть я уже ничего не мог сделать. Догнать его практически было. Касание, да, касание он выиграл. Но я сделал все, что мог, отдал все силы. Эти архивные кадры, снятые еще в 80-м году, накануне Московской Олимпиады, Сергей Фысенко сейчас смотрит впервые. Удивительно все-таки. Кажется, все это было совсем недавно, а уже прошло более четверти века. На предстоящей Олимпиаде в Пекине будут выступать сыновья Фысенко. Теперь уже они – Олимпийская надежда Украины. Ну и сам он тоже к ней готовится. Правда, уже в другом качестве. После 15 лет в бизнесе, может, устал, может, просто уже не тот, скажем, полет в этом бизнесе. И я вернулся в спорт. Я вернулся в спорт. Вернулся по просьбе и по приглашению легендарного Сергея Бубки, президента Национального лимфистского комитета. Сейчас я работаю в НОКе. Опять отвечаю за спортсменов, за спортивные достижения. Хотя мне сейчас очень тяжело, конечно. После перестроиться, после всех лет, которые проведены в бизнесе, для меня сейчас сложно, в принципе. Потому что это и бумаги, это и масса заботы. Это, в принципе, казалось бы, да, что день такой ненасыщенный, но у меня это выматывает больше, чем, скажем, мои тренировки, потому что это очень ответственно. В бесконечной череде майских праздников был еще один наш, Искона Криворожский. Самый грандиозный и масштабный общегородской праздник. Как правило, его отмечали в середине месяца. Звичайный недельный день стал святковым у Кривому Роди. Света трудовой славы открыли герои социалистической прации Андрій Денисенко, Ганна Армашова, Йосип Галенко. А потом, да подавиться сами, что было в Котине. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот таких криворожских сюжетов в разные годы киевские кинодокументалисты отсняли великое множество, что, безусловно, свидетельствует о том, что криворожанам как в умении трудиться, так и в умении организовывать масштабные грандиозные шоу равных как не было, так и нет. Ну, а напоследок совсем коротко о других событиях, которые случились в начале мая, только в разные годы криворожской истории. 12 мая 1961 года Горисполком утвердил новое специальное постановление. С этого момента распределение жилплощади Привом Роге стало проводиться только в порядке строгой очередности. В очередь на получение жилья выстроились десятки тысяч криворожан. В мае 1963 года Металлурги получили чудесный подарок. На третьем участке открылась новая современная больница. Для больных подготовлен сюрприз – телевизор для свиданий. Телевизоры, подключенные к телефону, установлены на каждом этаже. Теперь больные и их посетители смогут не только слышать, но и видеть друг друга. 5 мая 1967 года на САЦГОРОДЕ открыт новый, самый большой в Кривом Роге универмаг. Здесь работает стол раскроя и стол заказов, швейная мастерская и оформление кредита. 6 мая 1973 года Червоный Герник сообщил, что отныне криворожане могут беспрепятственно в любое время дня и ночи пользоваться междугородней связью. В Кривом Роге начала действовать автоматическая телефонная межгородская танция. Год 1991. Новыми властителями ДУМ становятся маги, знахари и прочие экстрасенсы. В мае 1991 в Криворожском цирке при полном аншлаге гастролировал специалист по тибетской медицине с оригинальным сочетанием имени и фамилии – Василий Аманди. Обещал вылечить все – от эмуреза до бесплодия. Май 1994 года. После четырехмесячного затишья снова обострилась ситуация с бегунами. Произошло большое столкновение воинствующих подростков с бульвара маршала Василевского и микрорайона «Юбилейный». Честно говоря, в подшивках середины 90-х годов очень трудно найти позитивные новости. Сплошные купоны, талоны, забастовки. Но все-таки май – месяц оптимистичный. И поэтому в завершении небольшой клип, созданный совсем еще юной Руданой. Не судите строго, ведь это тоже часть нашей общей истории. Какими были мы и наш город более десяти лет тому назад. Автобусы, троллейбусы и звонки и трамваи, как будто говорят между собой. Я город этот знаю, я город этот знаю, я знаю этот город вечно молодой. Криворожское утро, просыпаются тихие реки. Криворожское утро, ты полюбишь навеки. Криворожское утро в синем небе звенит. Добрый день, криворожане, добрый день, добрый день, земляки. Вот таким было начало мая в разные годы криворожской истории. Но эстафета праздников продолжится и дальше. В мае 1975 года Криворог впервые шумно и весело отметит свой день рождения. Но об этом в следующий раз. Не пропустите новую главу городского романа, ведь продолжение следует. Каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит, как он дышит. Так и пишет, не стараясь угодить, так природа захотела. Вымысел не есть обман, замысел еще не точка. Дайте дописать роман до последнего листочка. И пока еще жива, роза красная в бутылке, дайте выкрикнуть слова, Что давно лежат в копилке. Каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит.